Илья Моисеевич, вот скажите, вы планировали свою жизнь или нет? Если планировали, выполнили вы свои планы или нет? Если честно, то никаких особых планов у меня не было, понимаете? Потому что тогда вся система была плановая, за меня планировали, а я использовал возможности, которые предоставляла вот эта система. Ведь с самого-самого детства, это все-таки довоенное детство было, оно не очень легкое было, правда? А потом еще и война. Это детство и начало юношества. Как вы его запомнили, расскажите. Ну, детство связано, конечно, с войной. Это ужасный был период. Понимаете, я помню эвакуацию. И когда нас вывезли уже из Николаева, в эшелон погрузили, эшелон начали бомбить немецкие самолеты. Эшелон останавливался. Мы все вылезали из этих эшелонов, вагонов, значит, телек называли. Бросались на землю. И я помню, я бросился на землю, и самолет, пикирующий самолет, мне запомнилось до сих пор, часто ночами снится, летчик немецкий в очках черных, и он сидит и на гашетку нажимает, и около меня такой... Пули летят. Вот так. А что это было? Страх у вас в это время? Удивление? Это было... Я даже не знаю. Дети же не боятся ничего. Во время ночи, когда в Николаеве были налеты, мы ходили, на крыши вылезали. Нам было интересно смотреть, как сбивают немецкие самолеты, как эти прожектора по небу шастают. Сколько вам было лет тогда? Тридцать четвертый год. Уже? Шесть лет. Ну вот визуально, что вы помните из Николаева? Вот вашими глазами, что в памяти осталось? У меня осталось ночное небо, ночью, и прожектора по небу, вот так вот. Вот только ночное, да? Да. А днем, значит, у меня, я отлично помню, 21-го число, это было воскресенье, мама пошла на базар и приносит эти вишни, знаете, на уши мы вешали, знаете, детишки. И я так радостно, а смотрю, у нее грустное лицо, говорю, в чем дело? Она говорит, война. О, я так обрадовался, наконец-то. Чего обрадовался? В войне. В войне, потому что мальчишки. И я помню, значит, собрался народ слушать сообщения, а я наслушался взрослых, и я говорю, о, теперь будем бить фашистов на их территории. Была фраза такая, Сталина или еще какого-то, значит, и я смотрю на меня так все смотрят, как на это, говорят, что ты понимаешь, мама, а я что жив? А через, буквально, уже через 2-3 недели немцы под Николаевым. А в эвакуации, что запомнилось больше? А в эвакуации, значит, отец остался эвакуировать завод, а какое-то профтехучилище уезжало, и нас погрузили на телегу в Херсон. И мы с мамой, еще брат у меня старший был, и мы на этой телеге до Херсона доехали, а там надо на пароходе дальше. Мы приехали, вверх под Днепру, мы на пристань приехали, а пароход, который отправляется, уже забит. И нас не надо, но говорят, ну подожди, подождите, вот следующий час будет отходить. И через 2 часа отъехал следующий. А мы уже, проезжая под Днепру, видели, плавают трупы, оказывается, тот пароход немцы утопили, разбомбили, и люди там почти все потонули. Первый раз в жизни крупно повезло, да? Да, вот так вот повезло, остался, значит, жив. Эвакуация была голодная? Конечно. Я помню, значит, мама устроилась, когда мы приехали, а мы приехали в Нижний Тагил, значит, это в Швердловской области. Мама устроилась на работу и получила рабочую, значит, паек рабочий. И получила за несколько дней, которые, значит, не давали, буханку хлеба. И говорит, ну теперь можешь накушаться. А пришла вечером, спрашивает, где хлеб. Я говорю, так нет, ты сказала, сколько можешь. И она расплакалась. А я не могу понять, чего она плачет. Она плачет, что это представляет, насколько был голодный мальчишка, если буханку хлеба, голую, значит, без ничего, за один день умял эту буханку хлеба. У меня было, знаете, когда это точно такое, да? Это было сразу же после войны, вот где-то в 40-е, конец 40-х годов, когда Сталин сменил что-то с карточек на деньги. И вдруг все родители смогли купить хлеба. Это было зимой, я помню, да? Могли купить хлеба и дать по полбулки каждому. И мы на одном коньке, на льду и вот ели этот промазанный черный-черный хлеб. А я помню вкус макухи. Это была такая вкусная, значит, ведь, да, в 41-м году где-то там принесли эту макуху, я с наслаждением ел. И я уже взрослым как-то, а ну, решил попробовать, какой же, кушать, себе скривился нельзя. А тогда это было, вот, высшие вкусовые качества, мне казались. И спасли в 41-м году, значит, там как раз в том месте приехали и из Узбекистана, эвакуировали. А те люди вообще приехали в одних халатах. Голодно, холодно. Они быстро там поумирали. А наши, значит, для того, чтобы прокормиться, мы чем спасали? Там было большущее поле капусты. Там хорошие урожаи на капусту и на картошку. Но картошку выкопали и капусту сняли. А нам кто-то показал, что кочаны остаются вот эти вот. И если его, вот этот, выкопать корень, если выкопать из земли и его почистить, то там этот корень можно кушать. И это было такая... Да, это я тоже помню. Мама шинковала капусту, а вот сами и дурень, и все, а-а-а, хрустели быстро. Да, а это вот и спасло нас. Когда мы в 47-м году вернулись в Николаев, в Украину, вот у меня ощущение богатства этого края, какое... Нашего. Нашего. Южно-украинского, да? Да, потому что мы за ягодой ходили, значит, собирали ягоды. Там. Там. А здесь шелковица. И, пожалуйста, можно снять вишню. И дичь, и дичь, и абрикосы. И на улице это не надо никуда ходить. Это же райская земля какая-то. Вот тогда я понял, значит, что такое Украина и какой это богатый край. А что такое Украина для вас? Что это такое? А для меня Украина это все. Понимаете? Потому что было время, значит, когда многие начали уезжать. Вот. Открыли границы, многие стали уезжать. А зарплату перестали давать. И мне моя Тамара Ивановна говорит, давай уедем. Потому что нет, двое детей, за квартиру надо платить, значит. Я говорю, ну подожди, подожди. И потом немножко улучшилось, стали платить. И вот мы не уехали. А лет 6-7 тому назад я впервые поехал в Израиль. Туда многие уехали. И встретился с теми ребятами. Которые здесь жили. Которые здесь жили. Кальницкие, наверное. Да, значит, значит, вот тогда многие, значит, вот. И здесь было с ними интересно. Они приходили на кухню, мы садились, значит, обсуждали, значит. А там собрались, и говорить не о чем. Хорошая кухня, хороший дом, значит. А говорить нет. Проблем нету, да? Нету. Они только об одном. Сколько ты должен из чего выплачивать за машину? Да. Сколько ты за квартиру должен выплачивать? И я приехал, и говорю Тамаре, правильно мы сделали, что не уехали. Тут, только здесь можно вот так вот встретиться с человеком. Пойти поговорить по душам, выпить. Я был поражен, что там пришли в ресторан, и каждый за себя платит. Понимаете? Вот эти вот детали. Поэтому Украина для меня все. Илья Моисеевич, здесь мне обойдется тогда некоторых рассуждений о национальном вопросе, как он раньше назывался при Сталине и при Ленине. Я знаю точно, как человек, работающий при советской власти журналистом, режиссером, я знаю, что в обкоме партии одну единственную должность занимал еврей, и эта профессия была лектор обкома партии в отделе пропаганды. Я вот хочу сказать, карьеру-то по-настоящему еврею в советское время, да еще и в партию попасть, как невозможно было. Как сделать карьеру? И сделали ли вы карьеру? Как вы это все проходили? Ну, интересный вопрос у вас ставили. Все-таки я сказал бы так, что в какой-то степени жизнь сложилась у меня уникально. У меня 67 лет непрерывного производственного стажа. И начался этот стаж, после, даже еще, он считался вступлением в судостроительную технику. И уже начало стажа? Уже стажа. Ну, я тоже с технику начинал. Вот я закончил судостроительный технику, и, как все тогда молодежь была у нас в Октябрьском, ну, тогда это еще было Богоявленск, Богоявленск, начали строить завод «Океан». Он тогда еще назывался «Почтовый ящик-151». Он все же у нас было закрыто. Но была объявлена комсомольская стройка. И мы туда, несколько наших выпускников группы, мы собрались, поедем на новостройку комсомольскую. Поехали туда. Там, в том же, меня взяли в армию, и я три с половиной года на иранской границе прослужил. Я верил в то, что говорится. Понимаете, меня в партию приняли на границе, когда я служил. А там какие льготы у партийного человека? Наоборот, самый ответственный пост, самое трудное, значит, партийного туда, значит, члена партии. Но я верил. И это было до тех пор, пока я не столкнулся вот с теми вопросами, которые вы говорите. Впервые, когда это случилось? А это случилось? Сколько вам было лет и где это произошло? Когда вы же не знали, что вы являетесь, да? Да, значит, у меня это не было такого. Там все время в армии, например, у нас, у меня в отряде, значит, в отделении, я сержантом служил, у меня были и азербайджанцы, и армяне, значит, и белорусы. Не было такого отделения. А на завод приехал, стал работать на заводе. Ну и работал вроде бы нормально, мне повезло. У меня был очень хороший, талантливый руководитель, мастер, а я был помощник мастера, подляски Виталий Васильевич. Он потом стал замдиректора завода, потом стал директором завода в Клайпеде, начальником главка. Я работал, ему нравилось, как я работаю. А в это время на заводе открылась, долгосогда началась научная организация труда внедрять. А мне хотелось что-то творческого. Тамара Ивановна заметила, что я уже без интереса на завод хожу. Тамара Ивановна тоже еврейка, да? Нет, она вообще у меня семья. Давайте прекратим дальше вашу карьеру. Расскажите, как вы познакомились с Тамарой Ивановной, как вы полюбили друг друга, и как вы живете до сих пор с ею. Расскажите. Ну, это целый роман можно писать. Расскажите, но кратко. Кратко. Ходили мы после работы, я в Октябрьском работал, жил у родителей в Николаеве. После работы у нас там, где теперь церковь, Налягина был клуб офицеров. Дом офицеров? Дом офицеров. Танцы вечером? Совершенно верно. А так как я уже демобилизованный, у меня, значит, солдатские реквизиты все были, и меня, пожалуйста, мне присвоили звание после демобилизации младший лейтенант, меня туда впускали. Ну, и однажды я прихожу, смотрю, симпатичная, молодица, пригласил ее на танцы. Один раз танцевали, другой раз. А у нас еще было там гастроном, если вы помните, Николай, Папин Мир назывался. Мы перед танцами приходили в этот Папин Мир и Сухого Венца. Как всегда. Как всегда. И я потом вспомнил, что у меня денег нет ее провожать. И она мне сказала, когда мы познакомились, что она на 4-й Слободской живет, и это надо будет идти. Вы о такси уже и не думали. Как бы на трамвае проводить? На трамвае, значит, нет, у меня нет. И я тихонечко, последний танец, и я убежал. А все-таки интересно было. И я через неделю, значит, или через две опять пришел, и мы познакомились, стали с ней встречаться. А когда я ближе познакомился, возникла другая проблема. Тамара Ивановна была уже замужем, разошлась. У нее ребенок был. У нее мама украинка, папа погиб на фронте русский, а у меня евреи, как говорится, по всех коленях. По всех коленях. Представляете, это бедная мама моя. Ой, за голову схватилась, говорит, что хочет, значит, дитё хочет жениться. Жениться. С ребенком. С вместе здесь получались. С ребенком. Да еще, значит, русско-украинская, значит, мышпуха, как говорят. Значит, ты что, значит... А папа более спокойно говорил. Папа говорит, ну ты уже взрослый, ты собираешься строить дом на песке. Не будет семья хорошей у тебя. Не может она быть хорошей. Подумай, сынок. Мы четыре года встречались с Тамарой Ивановной. Она думала, я думал, значит, все-таки решили расписаться. Значит, создали семью. И слава Богу, 58 лет. Это случай, когда отец оказался неправ. И они потом тоже поняли. Потому что и за папой Тамара Ивановна смотрела. И он говорит, нет, только пусть Томочка за мной, значит, смотрит. И мама, значит, поняла, что повезло с выбором. Вот так. А дальше еще, это же не все. Ну, родилась у нас дочка. А дочка вышла замуж за грузин. И вот у нас внучка родилась. У него часто спрашивают, что такое имя Эка? А это захотел, зять захотел, значит, это по-грузински, это Катя. И часто было, когда мы собирались вместе, где-то на Пасху, или на еще такие праздничные, значит, у нас еврейская, русская, украинская, грузинская, лексика, значит, идет. Вот так, в такой атмосфере я и воспитывался. Ну, заметно вообще, вот, в разговоре николаевцев, что вот смесь такая всего здесь не так, как в Одессе. Да и в Одессе сейчас не очень это все заметно. Правда? Да. А раньше вот у нас николаевцев было ощущалось, да? Понимаете, в чем дело? До войны 60% литературы в библиотеке было на еврейском языке. 60%! Ого! Понимаете? Это была сильная прослойка такая, значит, вот. Ну, а сейчас это чувствуется, безусловно, в какой-то степени, значит, и в разговорах иногда. Но я, проблема, для меня нет проблемы языка. Когда я встречаюсь со студентами теперь, я начинаю, якою мовою будем спілкуваться. Перше питание у меня. И, если мы краще, кому, российскую, российскую, украинскую, украинскую, но я скажу, что я буду зван российской мовой. Почему? Не потому, что я гребаю украинскую, потому что я выкладываю психологию, а гениальный Фрейд сказал, что психологию нужно изучать родной мовой. Для меня родная мова российская. Но если вам лучше спілкуваться со мной украинской, то будь не ласкова, она не заводит, нам это понимание. и она была так, я с Кременем, вы знаете, Дмитрий Дмитриевич, он все время на украинском языке спілкувится. А он и меня говорит, говорит, Виктор Данилович, не старайся, говори российскую, мы друг друга сразумеем. Конечно, вот в этом и прелесть нашего региона и нашей области, понимаете, толерантность. Я обратил внимание, что вот киевляне в Киеве, я из Белоруссии приехал туда, помню, красивые женщины в Киеве. Потом я побывал в Одессе и я понял, что красивые женщины, чем в Одессе, вообще нигде нет. Но когда я приехал в Николаев и тут сказали, что не Иваново там где-то в России город Невест, а Николаев город Невест, и я с этим согласился. Как вы относитесь к женщинам, как вы относитесь к выпивке, как вы относитесь к дружбе? Ну, значит, начнем с женщин. Подробнее, здесь поподробнее. Значит, я отношусь к ним положительно и даже с восхищением. Я считаю, я всегда говорю, Бог создал первым Адамом, учел свои ошибки и создал женщину. На мой взгляд, женщина более и прогрессивна, и более природна, все держится над женщиной. это моя точка зрения. Насчет красоты, где самое красивое, я с вами тут могу спорить. Почему? Потому что у меня есть жизнь, как складывалась. В детстве я занимался авиамоделизмом. И не просто занимался, кандидат мастера спорта, я был капитаном команды, мы ездили по всей Украине на соревнованиях, и я видел, приезжают девчонки со всех, и оказывается, самые красивые команды женские были со Львова. Это раз. А потом, когда я поступил учиться в университет, в Ростове на Дону, а там еще оказывается, вот в тех регионах, здесь миссии идут, потому что там разные, значит, как раз и во Львове разнонародные, значит, и в Ростове на Дону, там тоже и казачки, и, значит, украинцы, и русские. Ну, понятно. И вообще говорят, что грузины самые красивые женщины все-таки грузинские. Ну, может быть, может быть, но у меня не было такого. Тамара Ивановна соответствовала всем моим требованиям. она была красивая. Я без... Можно посмотреть фотографии до сих пор. Даже до сих пор удивляется, никто ей 80-ки дает. Поэтому, значит, она была красивая, она была умница, она была чуткая. Она... все то, что я требовал от женщины, значит, она соответствовала. Это труд двоих семейная жизнь. Правда, Женя? без... Вот что вы для того, чтобы так долго и нормально прожить жизнь, я считаю, что вы долго вместе живете только потому, что настроены были вместе жить всю, оставшуюся. Что вы делали, как старались, и что делала она? Вот для молодежи на задание. Ну, если коротко, это уважение. Она давала возможность мне, дала возможность мне состояться и как мужчине, и как ученому, и как писателю, значит, а это тоже не всегда. Ну, детально такое. Вот она увидела, что мне стало неинтересно на завод ходить. Она говорит, чего ты раньше с интересом на завод, а сейчас я смотрю, значит, что-то уже без такого энтузиазма. Я говорю, неинтересно. Она говорит, переходи, ищи работу. Я поспрашивал на завод, да, значит, предлагаю, вот нужен начальник отдела научного, исследовательской работы интересная. Я говорю, а сколько платят? 130 рублей без премии, а у меня уже там 200, 100% премии, квартира, двое детей. Я зачухался, Тамаре говорю, есть такое предложение, что делать? Она говорит, денег никогда не хватит, переходи. Не каждая женщина, я вам скажу, даст такой совет мужу, понимаете? Вот так. А я потом через некоторое время догнал, когда защитил кандидатскую и так далее. Догнал и вот она понимала и, наверное, видела во мне вот этого человека, который что-то хочет достичь, чего-то интересуется чем-то. И это, я считаю, большая ее заслуга. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»